Всем привет! Сегодня мы начинаем учиться вести бой на БФ-109. Мы разберем множество моментов, которые напрямую влияют на исход боя. Как вы уже знаете из прошлых уроков, БФ-109 Фридрих или Густав имеют преимущество по скорости, флаттеру и скороподъемности на большинством красных самолетов, но они менее маневренны и непослушны на малых скоростях. Отсюда и нарисовывается тактика ведения боя и положения Мессершмитта в бою, а именно над противником. Здесь все просто. Самолет, имеющий лучшую скороподъемность, всегда старается лезть вверх и быть выше, после чего начинает атаковать из лучшей позиции. Давайте начнем с мелочей. Сколько брать топливо в вылет? Это зависит от ваших навыков и целей, которые вы преследуете в вылете. Обычно 100% топлива берут пилоты, которые летают на стриг, так как их задача искать противника с большой высоты, а это долгий процесс. Также берут 100 топлива, кто летает на Густаве, потому что у Густава очень большой расход топлива. Он уменьшается на глазах, можно сказать. 70-80% топлива берут пилоты, которые опытные и могут летать долгое время, пока не израсходуется боекомплект. Если вы не опытный пилот, то вам нет смысла брать более 50-60% топлива. Столько топлива вам приблизительно хватит на 30 минут. За это время вы уже потратите весь боезапас или вас уже собьют. С большим количеством топлива Мессер хуже набирает высоту и маневрирует. Вам вряд ли это нужно. Также нужно смотреть карту перед вылетом и оценивать расстояние до цели. В общем, топлива нужно брать столько, сколько вам потребуется на ваши цели при вашем опыте. Радиаторы. Вы должны понимать, что чем меньше скорость, тем меньше идет обдув и тем сильнее будет перегрев двигателя. Значит, когда маленькая скорость и у нас перегрев, нужно сильнее открывать створки радиаторов. При этом наша скорость не будет теряться, так как сильная потеря в скорости от сильно открытых радиаторов будет только на больших скоростях. Если у вас перегрев, вы крутитесь противником, открывайте радиаторы, пока не погаснет индикатор перегрева в техночате. Если вы убегаете с перегревом, то, скорее всего, вам не удастся у земли убежать в горизонте, если противник рядом. Открытые радиаторы не дадут вам набрать большую скорость, поэтому в таких случаях нужно уходить с набором высоты на скорости 300-350 км в час или вести ближний бой. Зимой после взлета на F4, G2 и G4 лучше открывать радиаторы на 15-20%, так как автомат выдерживает максимально допустимую температуру, близкую к перегреву, а это означает, что в начале боя у вас не будет запаса по температуре. Вот посмотрите температуру на автомате и на ручном управлении. На автомате температура доходит до 100 градусов, при этом наша скорость на боевом режиме двигателя 558 км в час. Затем я переключаюсь на ручное управление и выставляю створки до 15%. Как вы видите, температура упала до 85 градусов, при этом мы потеряли всего 5 км в час. Но повысили температурный запас двигателя. Летом можно летать на автомате, разницы практически нет, но я стараюсь летать без автомата. Стабилизатор. После взлета, как и на всех других самолетах, я стараюсь снять у себя с ручки, чтобы не тянуть постоянно ручку на себя. Для этого я регулирую положение стабилизатора так, чтобы самолет шел или точно ровно, или совсем немного его тянуло вверх. В дальнейшем, если вы убегаете или догоняете, то лучше установить значение стабилизатора так, чтобы самолет летел ровно и не терял скорость. Когда мы пикируем, так же снимаем у себя с ручки. При стрельбе на большую скорость иногда требуется каблировать стабилизатор для лучшего доворота, но не намного, не более одного деления, так как при сильном выкручивании стабилизатора и сильном довороте у вас могут отлететь крылья, а так же будет сильная перегрузка с черным экраном. Сильно заморачиваться со стабилизатором не стоит, он не играет важную роль в ближнем бою. Закрылки. Лично я никогда не использую закрылки более 20-30%. 30% это ситуация, когда противник чуть выше и нельзя проваливаться вниз. Приходится держаться и карабкаться вверх. Это у меня настолько редкий случай, который может быть всего один раз и статман, или более вылетом. Обычно используются закрылки на 10-15%, чтобы немного дотянуть нос, или увеличить маневренность, когда висим на 6-ти у противника. Из-за долгого выпуска и уборки закрылков использование их должно быть ограничено, так как 109-й не предназначен к бою на малой скоростях, тем более с выпущенными закрылками против советских самолетов. Винт и его моменты. Их нужно использовать в бою. Реактивный и гироскопический момент очень сильно влияет на развороты, перевороты, перекладки с крыла на крыло при малой скоростях. Думаю, вы часто сталкивались с проблемой, когда мессер не хочет разворачиваться, или наоборот, резко уходит после разворота в сторону, и вы не можете его остановить. Все это из-за моментов на винте. Мессер имеет правое вращение винта, соответственно, он лучше выполняет разнород влево на полной тяге. Но когда мы хотим переложиться на правое крыло на полной тяге, реактивный момент не дает нам это сделать. Итак, давайте посмотрим. Значит, даем тягу, идем вверх, немного наклоняем самолет в левую сторону, чтобы винт тянул нас влево больше. Идем вверх, скорость все меньше и меньше. Я немного компенсирую рулем направления снос влево. Скорость меньше, 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 меньше. Нас заваливает на левую сторону, я даю полный крен, петальку правую, и плохо идет. Убираю тягу, оп, сразу идет быстро. То есть, при полной тяге винт не дает нам нормально разворачиваться вправо. Как только мы убираем тягу, сразу нам легко идти вправо. Все очень, в принципе, просто. Если нам нужно идти вправо, то нужно прибрать тягу. Если нам нужно идти влево, то наоборот нужно дать тягу. То есть, работаем постоянно винтом. Давайте еще раз посмотрим. Немного наклоняем влево, идем вверх и вверх. Теперь я даю вправо, педальку вправо. Не идет, видите, не идет. Оп, тягу убираю. И все, и сразу же он пошел. То есть, все. Нам винт при полной тяге, реактивный момент, не дает нормально развернуться вправо. Для этого мы тягу убираем. И нас разворачивает вправо. Также при всех маневрах, переворотах, мы также должны пользоваться тягой. То есть, если нас утягивает влево, то сразу же убираем тягу. И нас будет уже тянуть вправо. Если наоборот нам нужно влево, значит, сразу даем тягу. То есть, вот этими вот моментами пользуемся постоянно в бою. Мы должны это прекрасно знать и понимать, как это работает. Эти знания пригодятся вам, когда вы будете выполнять развороты, перевороты. Каждый пилот 109 обязан уметь делать два разворота на вертикали. Первый это хаммерхед, который позволяет висеть на винте и зависать. После чего нос может быть опущен прямо на противника, сразу выходя на атаку. Как делать хаммерхед, мы с вами уже знаем. Он входил в домашнее задание. Как он выполняется, вы видите на экране. Здесь главное начинать разворот, когда мы зависаем. Если вы начнете разворот на скорости, то так быстро развернуться вам навряд ли удастся, и вы начнете улетать в сторону. А противник-то под вами, и сразу навести на него нос у вас не получится. Мало того, именно зависание чаще всего дает нужные секунды, чтобы противник первый начал уходить вниз. Второй разворот на вертикали это закрутка. Так я его называю. Закрутка, потому что разворот выполняется под действием реактивного момента, когда с уменьшением скорости верхней точки реактивный момент очень сильно начинает разворачивать самолет влево. Тем самым помогает с легкостью быстро развернуться в левую сторону. Посмотрите, как это выглядит. Мы подходим к верхней точке и начинаем компенсировать нос влево, русом и рулем направления вправо. Как только наша скорость будет подходить к нулевой отметке, самолет начнет закручиваться, и он не сможет лететь уже прямо вверх. В этот момент начинается закрутка. Мы уводим рус вправо и сопротивляясь реактивному моменту выжимаем правую педаль. Как только мы подходим к верхней точке, ручку из положения вправо выставляем вправо и немного на себя. Самолет начнет разворачивать на левое крыло. В этот момент нужно выставить педали в нейтраль и сразу дать рус сильно на себя, чтобы самолет резко поменял направление с верхнего на нижнее, то есть сделал переворот. Как только мы дали на полной тяге ручку на себя, задействовался гироскопический момент винта, который потянул нас вправо и помог ослабить вращение влево. После переворота и опускания носа вниз важно правильно работать тягой. Если полностью убрать тягу, то самолет может закрутить. Лучше выставить тягу на 50-60% и внимательно следите за направлением пикирования. Если сильно уводит вправо, то лучше прибавить тягу. Если влево, то убрать тягу. Если уводит слабо, то работаем педалями. Но резкие движения педалями лучше не делать, так как самолет сильно начнет мотать, а вам уже нужно стрелять. Более подробно вы сможете посмотреть и освоить эти развороты, посмотрев треки, которые я выложу в описании к уроку. Внимательно разберите каждый шаг и момент действий, так как эти развороты требуют высокой концентрации и моторики. В общем, нужны тренировки. Чтобы посмотреть в записи положение педали ИРУСА, нужно нажать АЛЬТ-Ф1. Вид сбоку Ф2. Пролет с камерой Ф3. Сейчас давайте я вам покажу бой, где разворот с закруткой решил исход боя. Покажу вам, насколько эффективен этот разворот. Итак, предисловие боя. Як-1 на меня напал, мне пришлось увернуться первый раз, сейчас во второе восхождение. Я определяю в данный момент, что происходит вообще, сколько у него энергии. Уворачиваюсь на второе восхождение, ухожу наверх, и сейчас мы посмотрим, сколько же у тебя энергии Як-1. Не стараюсь сейчас сильно доворачивать. Смотрим внимательно на Як. Щитки, видите, щитки не выпущены у него, щитков не было, значит, ходит на энергии. Противник, значит, довольно-таки опытный. Сейчас я решаю идти на ее, на нижний, и разогнаться, для того, чтобы потом выпрыгнуть вверх. То есть сейчас я подготавливаю позицию для того, чтобы потом выпрыгнуть вверх. То есть, смотрите, пошел разгон, немного подкручиваю под противника. Как вы видите, сейчас вот 1.42, 2.500 оборотов. То есть я хожу на ручном управлении. В таких моментах, когда бой еще не определен, можно сказать, что я еще не выигрываю, я всегда хожу на ручном управлении. И я тоже вам этого советую. То есть на автомате, если мы будем ходить на 2.5, то у нас, конечно, 1.42 АТА не будет. Поэтому вы не сможете нормально вести бой. То есть вы будете иметь меньшую мощность. А если вы будете летать на 1.42 АТА, то обороты у вас будут 2.700. А у вас поэтому двигатель сгорит быстро. То есть я вам это уже рассказывал, говорил, так делать не нужно. То есть управление, ручное управление дает возможность более долго вести бой на максимальных надуве. Итак, значит, я разогнался, смотрю за противником. Противник, сразу видно, довольно-таки опытный. И здесь я уже решаю, что можно прийти наверх. Заранее начинаю набор высоты. Сейчас противник видит это, что я пошел вверх. То есть я не пошел вниз. И он это прекрасно видит. И он понимает, что я сейчас буду уходить наверх. И он сразу же тянет ручку, чтобы по мне пострелять. То есть смотрите. Вот он вытягивает, пытается срезать угол. Я это прекрасно вижу. И пытаюсь как можно вертикальнее сейчас нужно уходить вверх. То есть чтобы противник по нам не попал, нам нужно как можно вертикальнее уходить вверх. При этом наши плоскости мы должны убирать. То есть не нужно растопыриваться, чтобы он по нам попадал. То есть чем меньше площадь, тем меньше возможности ему попасть по нам. Все. Вот он стреляет. Мы уходим максимально вертикально вверх. И все трассы у него уходят за нами. То есть ему не хватает энергии даже на щитках, дотянуть до нас. И все трассы ушли за нами. Дальше вступает разворот. Вот она закруточка пошла. Оп. Быстро. Все. Противник зависит прямо перед нами. Мы в прицеле делаем первый же выстрел. Все. Вот оно попадание. Все. То есть разворот, закрутка максимально быстро дает возможность выйти на прострел. Вы это прекрасно видите. Все. Противник, можно сказать, что уже сбитый. Все. Бой выигран. То есть один разворот решил исход боя. То есть этот разворот дает возможность максимально быстро и эффективно выйти на 6 противнику и расстрелять его. Все. Больше ничего не требуется. Главное отработать его и при выполнении не торопиться. Чтобы вас не закрутило. Чтобы прицел был сразу на противнике. Теперь давайте разберем как убегать от противника. Когда противник на 6, большинство пилотов, особенно неопытных, всегда стараются убежать. Чаще всего их просто догоняют и сбивают, расстреливая от 6. Многие думают, что 109 это спринтер и его никто не догонит. Просто летят ровно в надежде разорвать дистанцию, а потом их сбивают и они со слезами пишут в чате или на форуме. Все дело лишь в неправильной оценке ситуации. И принятых мер для выхода от противника. Многие этого не понимают, неправильно оценивают скорость противника. А ведь иногда для того, чтобы оторваться от догоняющего нас противника, нужно притормозить, сделать маневр, закрутиться, а потом выбрать подходящий момент и убежать. Но возможно и убегать уже не придется. Вы просто собьете противника и все. Если вы решили убежать, вам нужно сразу рассмотреть шансы на побег. Возможно, их и нет. Для этого постарайтесь определить тип самолета, расстояние и скорость противника. Я уже рассказывал в прошлых уроках, что Фридрих и Густав имеют очень хороший разгон и, конечно, климп. И этими преимуществами вы должны пользоваться в зависимости от ситуации. Если противник в 300 метрах от вас и ваши скорости равны, то можно постараться оторваться в горизонте. Для этого на F4 нужно сразу выставить 1.42 АТА и разогнаться на автомате где-то секунд 5-10. Затем переключаемся на ручное управление, выставляем 2500 оборотов, после чего закрываем радиаторы до 5% зимой, до 10 летом и выставляем значение стабилизатора так, чтобы самолет летел ровно. Все. Это должно делаться быстро. Не летите ровно. Очень плавно меняйте наклон с крыла на крыло, наблюдая за противником и анализируя дальнейшую ситуацию. Если вы видите, что расстояние увеличилось до 500 метров и больше, переключаемся на автомат и убираем тягу до 1.3 АТА. Радиаторы ставим автомат. Теперь можно набирать высоту на скорости 400 км в час. На Г-2 убежать особо по прямой мало удастся. Нужно убегать в климбе на ручном управлении, как я рассказывал в уроке по нему. Я не сохранил записи, где я на Г-2 просто как вертолет по спирали уходил от противников у земли. Я имел двойное 6, вставал в левый вираж и по спирали на ручнике поднимался вверх под углом 45 градусов. Ни один красный самолет не сможет за Г-2 угнаться в климбе. Поэтому, летая на нем, вы должны пользоваться этим преимуществом. Есть очень много ситуаций, когда мы хотим убежать, находясь в невыгодном положении. Когда вы на высоте, и противник зашел вам на 6, или он рядом, или что-то произошло, не нужно сломя голову пикировать, до земли разгоняясь более 800 км в час. Именно из-за таких действий этих пилотов сбивают. Запомните. Даем 1.42 АТА, 2.500 оборотов. Начинаем пикирование под углом 45 градусов, например. Обязательно смотрим на противника. В пикировании вы быстрее любого красного набираете скорость и разрываете дистанцию. Как только дистанция стала больше 500 метров, все, выравниваемся, ждем, когда противник так же выравнится, после чего начинаем набор высоты. Все. Это основное правило мясовода. Разорвать дистанцию и начать набор высоты, занимая позицию над противником. В этом видео вы видите грубейшие ошибки пилота Мессершмитта, которые привели к его гибели. На ровном месте, имея преимущество в энергию, он дал сбить себя. Вот так гибнет большая часть пилотов Людваффе, которые пытаются уйти на скорости по прямой. Никогда не ходите долго по прямой. Разорвали дистанцию, идем вверх в мелком наборе на скорости 400 км в час минимум. Если противник сближается с нами, значит у него намного меньше топлива в баках. С набранной высоты начните опять пикирование и опять дистанция увеличится. Вы должны понимать, что начав погоню, противник закрывает радиаторы, и чем больше его скорость, тем дольше он сможет идти без перегрева. Поэтому лезем вверх, не давая ему идти на закрытых радиаторах. Пуск открывает радиаторы и скорость теряет. Теперь, после того, как мы убежали, мы разрываем дистанцию и будем подготавливать вывешивание. Вывешивание лучше выполнять на расстоянии где-то 800, а лучше 1000 метров. Делается это для того, чтобы не дать противнику сделать точный выстрел по нам, когда мы будем делать разворот для вывешивания. Потому что, если расстояние будет менее 800 метров, то противнику будет довольно-таки просто по нам сделать точный выстрел. Поэтому расстояние должно быть именно такое, 800 метров минимум. Сейчас я вывешиваю, не то что вывешиваю, а вытягиваю противника, чтобы максимально пользоваться своей скороподъемностью и отрываться от него. Вот посмотрите, скорость сейчас у меня была 260 км в час. Расстояние почти 600 метров. Посмотрите еще раз. Вот она. Скорость 260 км в час. Но сейчас я опущу нос. То есть я специально до такой скорости довел, чтобы сейчас максимально быстро набрать нужную дистанцию. Смотрите, как быстро сейчас будет расти. Видите, как быстро начинает расти расстояние. Почему оно быстро растет? Потому что мессершмитт, когда начинает разгон, разгоняется быстрее. То есть мы очень быстро можем разорвать дистанцию. Этим всегда нужно пользоваться. Вы должны это помнить, знать и всегда это использовать. То есть мы вытягиваем противника до скорости 250-260. Вытягиваем и вытягиваем. Потом опускаем нос и разгоняемся. И разгон у нас будет быстрее. И расстояние будет быстро увеличиваться. Как вы наблюдаете вот сейчас в этом моменте. Видите, как быстро уже. 800, все, пошло там до 1000. Все, мы подготовили дистанцию и начинаем вывешивание. Вывешивание всегда выполняется через левую сторону. То есть, так как у нас винт вращается в правую сторону, то есть вывешивание мы будем делать всегда в левую сторону. У Як-1 вращение винта в левую сторону, поэтому он не может сделать нормально разворот в левую сторону. И ему реактивный момент винта будет мешать сделать левый разворот, чтобы нормально по нам пострелять. Поэтому мы будем этим пользоваться. сейчас, смотрите, я делаю разворот. Задрав немного нос, я сделал вот такой вот разворот, но потом я в горизонте, как бы, вот видите, я как бы в горизонте делаю доворот в сторону противника. Практически параллельно ставлю наши курсы, чтобы сейчас проходить практически над ним, чтобы он не смог по нам сделать выстрел. смотрите, видите, как только он вот в этом месте появляется на нашем крыле, нужно идти вверх, потому что именно вот в этом моменте всегда начинается прострел, противник может простреливать, стрелять. Расстояние будет где-то там 500 метров, и он может выстрелить. Именно в этом моменте мы идем вверх, то есть максимально начинаем идти вверх. он сейчас будет использовать щитки уже, но он по нам никак не может попасть. То есть мы сейчас уходим вверх, немного все равно докручиваем немного влево, влево докручиваем и вытягиваем, после чего делаем разворот и падаем на противника. Все, мы у него на шести. Сейчас мы можем вообще плотно сесть противнику на шесть, убрать тягу и просто за ним лететь и расстреливать. Что хотим все с ними делаем. Вот так вот делается вывешивание. Давайте посмотрим со стороны Яка как это выглядит. Вот, мы пошли на разворот. Смотрите, как Яку будет неудобно сейчас по нам пострелять. Вот видите, он сейчас не может ничего сделать, поднять он носом не может, потому что мы очень высоко над ним проходим. А дальше все, реактивный момент ему уже не дает нормально развернуть на нос. Все. То есть у Як-1, тем более при максимальной вертикали, когда уже практически он без скорости, двигатель начинает захлебываться, обороты падают, он уже не тянет. Все. Вот такое вывешивание. Это выполнение правильного вывешивания. Теперь давайте посмотрим еще всяких других моментов, что может происходить во время вывешивания. Вот, посмотрите, еще один момент. То же самое вывешивание. Это уже Ла-5. Вот он идет за мной. Я начинаю левый разворот и пытаюсь как можно больше зайти ему за спину, чтобы ему было как можно больше неудобно сделать выстрел. Вот он противник. Плохо видно, конечно, такая погода. И он ничего не может сделать. То есть я практически над ним сейчас нахожусь. Ему очень сложно поднять нос до меня, так как скорости мало. и он не может ничего сделать. Вот так вот он проваливается. Я просто делаю переворот на него и атакую. То есть вот такое вывешивание тоже бывает. Не обязательно вывешивать прям свечкой. Это делается все по ситуации. Смотря какая ситуация, вы смотрите и потом уже делаете выводы, как атаковать, как делать разворот. Но весь процесс вывешивания главное начинать вот таким левым разворотом и заходить за спину противнику. Чтобы он не смог сделать по нам выстрел. Ему будет очень сложно. Вот в этом положении, когда противник на левом крыле должен быть, мы должны тянуть вверх и стараться уходить влевее и выше. Все выше и выше, чтобы он по нам не мог попасть. И все. Как только он там проваливается, мы смотрим за ситуацией, насколько у него хватает скорости, насколько хватает ему дотянуть до нас нос. Если в этой ситуации он ничего сделать не смог и просто пошел уже вниз, на разгон, то мы сразу сделаем разворот и идем за ним. Все. Это тоже самая победа. Мы считаем, что у него на 6. Выходим на прострел и все. Можно садиться ему на 6 и расстреливать. Все довольно-таки очень просто. Главное отработать правильное вывешивание противника, понимать, как это делается. Давайте еще будем смотреть дальше. Сейчас давайте посмотрим, как многие из вас выполняют вывешивание противника. Вот так делать, как сейчас вы увидите, конечно же нельзя. Я летаю часто за красных и многие из вас делают именно вот такое вывешивание. Просто пытаются уходить вверх, думая, что у вас лучше скороподъемность, вы перевесите и все дела, но все совсем не так. Дело в том, что когда вы просто уходите вверх, противник просто идет за вами. он даже может не идти за вами вверх, просто выдерживать свою скорость, смотреть на вас, и как только вы будете подходить к верхней точке, когда вы будете практически оставаться уже без скорости, он сразу же будет выпрыгивать на вертикаль за вами и стрелять по вам в зависшем состоянии. То есть такого допускать нельзя. Когда противник идет за вами, вы не должны делать так, чтобы ваши траектории полета совпадали, потому что противнику будет очень просто по вам стрелять, тем более, что в верхней точке вы останетесь совершенно беззащитной, без скорости. Смотрите, что будет с вами происходить, когда вы зависаете. Вот, вы разворачиваетесь, все крылья подставляете, и по вам легко попасть. Противник также просто тянет, у него прямая траектория, поэтому так делать нельзя, это неправильно, вас просто собьют, если не собьют сразу, то вас повредят очень сильно, то есть такое делать нельзя. Сейчас давайте я вам покажу еще ошибки, которые вы делаете. Сейчас вот мистер Шмидт идет в наборе, в мелком наборе, и немного в сторону, при этом он дает сокращать дистанцию довольно-таки быстро, потому что я режу угол и лечу туда, куда он летит, то есть я не лечу не на него, а лечу в то место, куда он летит, при этом дистанция очень быстро сокращается, и доходит до такого момента, когда наши траектории пересекаются, вот в этом моменте, вот в этом моменте очень легко попасть по вам, ну не так конечно легко, но это очень опасно, может нам попасть по вам, но даже если вам и повезет, как вот в этом случае, да, повезло, дальше вы делаете следующие ошибки, ну давайте я вам сначала покажу, что нужно сделать в ситуации, когда не допускать такого, так, значит, вот здесь вы идете, вот, если даже вот так вот вы идете, то вот сейчас вот в этом моменте вам нужно резко уходить в мою сторону и немного выше, то есть уходить вот сюда вот, чтобы я не смог выйти на огневую позицию, то есть вы должны мне как бы за спину залетать, уходить вверх, и я при этом не смогу поднять сильно нос вверх, поэтому вот так вот по прямой как вы идете, нельзя, вот сейчас вот вверх уходим а вот так вот подставляться лететь вот так вот ровно и вывешивать так конечно же делать нельзя дальше что вы делаете дальше вы пикируете на противника и пытаетесь его атаковать если вы видите что можете что-то там одовернуть начинаете там дожимать вот как сейчас пытаетесь там дожать прострелить вот он не получается у вас и что получается здесь вы уже подставляете сами и вы понимаете что вы уже проигрываете и уходите наверх на свечку опять наверх но уже поздно все вы уже никуда не уйдете як вас все равно достанет просто по-любому это самая главная ошибка многих из вас то есть после таких вот закручиваний когда вы слили всю скорость вы пытаетесь выпрыгнуть куда-то вверх но это неправильно як все равно вас достанет это неправильно такого делать нельзя для того чтобы вас не достал як нужно уходить по прямой немного разогнаться но вот так вот выскакивать вверх это это все это просто поражение поэтому такого никогда не делайте это многая ошибка многих из вас вот таких вот я очень часто сбиваю случаев таких множество просто пытаются уйти наверх думая что там мессер это там супер там самолет который и ушел в космос энергии практически одинаковые як очень хорошо выпрыгивает наверх тут расстояние это будет метров 300-400 по вам очень легко попасть не думайте что вы там на супер самолете это все ерунда полная поэтому так делать нельзя сейчас давайте рассмотрим некоторые моменты при вывешивании действий бывают противников разные каждый пилот по-разному действует один опыт другой неопытный и поэтому бывают моменты совершенно разные вот давайте посмотрим вот в этом моменте у нас противник не пошел за нами вывешивание пошло но он за нами не пошел он пытается выдерживать энергию держать энергию и под нами стоит в горизонтальном маневре, пытаясь также заходить в заднюю полосферу. Мы, пользуясь нашим преимуществом в энергии, просто-напросто доворачиваем, срезаем угол и резким доворотом можем выйти на прострел, как вы видите в этом случае. Пользуясь энергией, резко доворачиваем, стреляем. Но, если вдруг вы плохо стреляете, то действия могут быть простые. Вы просто-напросто можете сесть противнику на 6. Такими действиями, в горизонтальном маневре противник, он просто-напросто подставляет себе 6. Никакой опасности он вообще не представляет. То есть, никакого вертикального маневра, ничего нам он не противопоставляет. Поэтому мы можем просто над ним сделать такой же вираж, как делает он, и просто сесть ему на 6 и расстрелять. То есть, такая ситуация довольно-таки простая. Идем дальше. Сейчас вот еще такой один момент показываю вам, когда довольно-таки опытные противники пытаются держать энергию снизу. И как только вы в верхней точке начинаете без скорости быть, он начинает идти вверх. То есть, вы идете вниз, а он начинает на вас идти вверх. Вы, конечно же, не идете на него в лоб. Зачем нам это надо? Поэтому мы идем вверх. Но так как у него очень много энергии, он пытается сразу же за нами выстреливать вверх. Мы это внимательно видим и пытаемся не попасть на его траекторию огня. Но, как только мы видим, что противник не может ничего сделать, и его нос уже падает вниз, мы сразу же делаем разворот и выходим на стрельбу. То есть, это должно быть довольно-таки быстро. Пока противник без энергии, не успел он развернуться, нормально набрать скорость. Все, мы сразу же выходим на прострел и сбиваем его. Поэтому вы должны всегда следить за противником и подлавливать его. Даже если он еще идет вверх, но вы видите, что он вот-вот начнет сваливаться, в этот момент вы уже должны идти на него. Но, пока он там без скорости пытается справиться со своим самолетом, вы уже атакуете его и наносите повреждения. Если вы видите, что он полностью раскрылся, подставив крылья, можно даже стрелять издалека, так как скорости у него нет и попасть легко. Надеюсь, вы все поняли и не будете допускать ошибок. В описании к уроку я дал ссылки на треки. Вы можете подробно их посмотреть и сделать выводы. Возможно, вы увидите свои ошибки, из-за чего вас сбивают. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами. Увидимся в следующем уроке. Пока.